Эмоциональная подавленность на протягу долгого часа опатая до всего, что ранее текавила, и наводь не жадание жить. Это депрессия. Ей сусветный день здоровья присвятили не выпадково. Специалисты называют депрессию, хворобы цивилизации и прогнозуют ее повеличение. Уже сегодня от ее покутают 5% насильництва планеты, незалежно от краины проживания. Частей это люди во взрослых 20 до 40 годов. Достаточно распространенная патология. Другой вопрос, что люди не всегда обращаются с этой патологией. И, соответственно, она не лечится, переходит в хроническую форму. Человек не имеет достаточно качественной жизни, нарушаются социальные функционеры, межличностные взаимоотношения. Он не понимает, почему это происходит. До речи, депрессия довольно часто маскируется подыншие захворывания, артериальную гипертензию, хворобы сердца, сустава, ускуры. И когда депрессию не распознать и не лечить, процесс выздоровления значительно затягнется. По статистике, каждый пятый пациент поликлиники и каждый третий пациент стационара соматического обнаружит те или иные признаки депрессии. Пусть не значит, что всех надо поголовно лечить антидепрессантами, но консультация психотерапевта, как минимум, однозначно, что показана. Сегодня в громадстве еще истнует стереотип, что заворот до психотерапевта приведет до постановки на улик. На самой справе у этой внимания обходности, потому что депрессия добро лечится. А вот ее нелячение может привести до суициду. Тому со зворотом до специалиста варто не затягивать. Справиться с депрессией да помогать у центра помежных станов. У экстренных ситуациях можно потелефоновать на номер 170 круглые сутки и анонимно. Урачи центра отзначают, звонить им стали частей. У месяц бывает до тысячи зворотов. Больше люди стали приходить и особисто. Сейчас чаще люди приходят, особенно молодежь, сами уже, потому что не понимают, что такое, немножко они более информированы. А вот люди более старшего возраста, конечно, чаще приводят родственники, потому что менталитет, соответствующий взгляд на это дело. По словах специалисту, не допустить депрессию да помогут здоровое ладжиття, прогулки на свежем поветре, занятки спортом и любимой справой. Людмила Салзина, Николай Ковалев, Телерадиокомпания «Брест».